Доброго здоровья вам и хорошего настроения! Слушайте крестьянское радио ежедневно. Продолжаем нашу работу, уважаемые наши слушатели. Вашему вниманию следующая программа – это «Свет слова». В передаче это в открытом радиоэфире. Вы можете звонить, участвовать. Номера наших телефонов. Ерикот города Сокроменто – 916-429-7635. Также вы можете воспользоваться скайпом. Имя в скайпе – iBradTV. Итак, приветствуем вас, братья, и внимательно слушаем. День, что нас слушает «С другой стороны планеты». Приглашаю вас на эту передачу, на этом в открытом эфире. Надеемся, что у вас будет связь хорошая. И мы пообщаемся в эфире, пообщаемся через интернет, для того, чтобы нам заглянуть в Слово Божие и посмотреть, где мы есть и что оно нам сегодня хочет сказать. В начале передачи мы совершим молитву, чтобы Господь благословил и вас, и нас здесь. Отец Небесный, благодарны Тебе за этот день, за это время, за благополучное время, которое даёшь нам для того, чтобы ещё раз подойти к Слову Твоему, вспомнить, прочитать, Господи, те слова, которые Ты оставил в Священном Писании, для того, чтобы нам проанализировать себя, посмотреть, где мы есть перед Тобой. Если нужно исправиться, Господи, обличи и проговори сегодня каждому сердцу, для того, чтобы нам очиститься и встречать Тебя в полной готовности. Благодаря эту передачу да послушать всё к славе Твоей. Аминь. Как мы все знаем, сейчас такое время года, что мы подходим к праздникам, к праздникам разным, разным, как Новый год будет праздник Рождество Христово. И хотелось бы немножко задать такой вопрос, что значит для нас сегодня Рождество Христово? Или что значит для Вас сегодня Рождество Христово? Что оно вообще означает, праздник такой? Ну, Вася, такой вопрос задаешь. Наверное, на него все сразу могут ответить. Рождество Христово – это тогда, когда родился Христос, 25 декабря, наверное, где-то часов 6 утра. Ну, так люди считают, да? Примерно. И, конечно, мы знаем, что понятие Рождества – это вот сейчас вспоминают все, и, я думаю, особенно в таких странах, как Америка, этот праздник очень выгодный. Вот. Не важно, что там празднуется, кто там вспоминается, важно, что в этот день идут какие-то сейлы, важно, что в этот день – это является вторым праздником после Thanksgiving, когда люди идут, и с большими кошельками в магазины тратят очень много денег. И даже не только в магазины, через интернет покупают разные подарки. Игрушки для елок, например. А, игрушки для елок, да, елок мы еще коснемся немножко. Вот. Ну, все-таки Рождество, я думаю, с одной стороны, хорошо не только Рождество, вообще любой праздник тем, что люди как-то хоть останавливаются, хоть к чему-то готовятся, к какой-то просвет, если чисто взять по жизни, по-человечески. Вот. Люди работают особенно не только в Америке, в других странах тоже такая жизнь очень суетная стала. Люди бегут, люди гонятся. Я думаю, это связано с развитием технологии. Вот. Технология позволяет больше делать. То есть, время осталось столько же, 24 часа в сутки. А вот технологии позволяют больше делать. Можно с телефоном общаться. Например, в машине едет, говорит по телефону. Приехал туда, там компьютеры. Приехал туда, что-то включил, сделал. Раньше одна была лошадь. И все. Вот. Человека видел раз в неделю или раз в месяц. А так человек жил примерно во времени, которое не изменялось. А сейчас люди за это же время могут сделать гораздо больше в одном дне, да? Да, гораздо больше. И в то же самое время это напрягает очень человека. Напрягает мозги, голову. Нужно принимать массу решений в короткие сроки. Вот. И это часто, вот, не то, что часто. Это утомляет человека. Человек не выдерживает. Вот. Но те, которые выдерживают, вот, как-то выживают, да? Ну, в основном это тяжело для человека, стрессово. Ученые давно к этому заключению пришли, что даже дети сейчас в школах, вот, именно страдают такими стрессовыми явлениями. И уже таблетки для детей прописали, чтобы они сильно не уставали. Вот. Ну, это так. То, что касается по жизни, да? А когда мы возвращаемся, вот, допустим, под церковные купола, то там уже звучит музыка, которая напоминает о Рождестве. Декорация говорит о Рождестве. Появляются какие-то игрушки, новые, такие вот, там, всякие фигурки, всякие штучки, которые напоминают о Рождестве. Ну, вот, если задать такой первый вопрос. Когда же все-таки было Рождество Христово на самом деле? Важно сегодня для нас или нет? Многие утверждают, что это 21 декабря. И готовы за это положить, ну, свою голову, образно говоря. А почему так они утверждают? Почему так утверждают? Потому что это 21-25 декабря, это красный день календаря. Вот, поэтому. Вот, люди так решили. Праздник. Вот, он тянется издревле, тянется примерно с 4 века, вот, нашей эры. Говоря о нашей эре, никто точно не знает, когда она началась. Вообще-то, если, вот, доверять историкам, которые проверяют исторические факты, не просто, вот, пошел в магазин, взял календарь и все. Сегодня мы знаем, что на закате 2013 год. Вот, и мы так и считаем. Ну, наверное, 2013 год. Но историки утверждают, что, вообще-то, если, вот, считать от Рождества Христова, то не 2013, а где-то, ну, приблизительно 2003 год сейчас. Потому что большие несовпадения с, например, вот, Ирод, который играет важную роль, вот, в жизни Христа, мы знаем, когда родился, вот, то, судя по историческим фактам, он умер примерно в 4-м году до нашей эры. То есть, это уже большая нестыковка, то есть, 4 года, вот, разрыв. Ну, и там еще плюс-минус, примерно где-то лет 10. Вот, ну, это так, чисто в годах. А дата, конечно, тоже очень приблизительная. В декабре месяце, 21 декабря. Опять-таки, мы должны понимать, что это чисто условная дата. Она не точная. Потому что тоже много существует, ну, таких, скажем, переменных, которые говорят, что не в декабре было, даже не в конце декабря, примерно в конце октября, в начале ноября. А почему это так говорят? Почему? Ну, один из моментов, это, вот, пастухи на поле, которые были, вот, они были возле, скажем, Вифлеема, Вифлеем возле Иерусалима, это было недалеко. Обычно в зимнее время пастухи, вот, угоняли стада немножко дальше, в те места, где более потеплее. А в это время они были еще там, и это говорит о том, что зима еще не наступила. Вот, и поэтому так говорят о времени. Но, опять-таки, это все не точно, это приблизительно. Да, приблизительно в октябре-ноябре, приблизительно сейчас у нас 2003 год. Ну, а с другой стороны, насколько это важно? Вот, насколько важно, какого числа, какого дня, какого года? Вообще, имеет это к нам какое-то значение или не имеет? Вообще, время это настолько непонятная физическая величина, что люди с большими головами не могут дать точного объяснения, что же все-таки такое время. И то, что мы называем временем, по сути дела, это не время. Время, как говорят ученые, это перемена действий, перемена каких-то фактов. Вот, например, если спичку зажечь, и вот спичка горит. Пока она горит, вот это время меняется, или, вернее, время происходит. Как только спичка потухла, она застыла в своей форме, то есть для нее время закончилось. Вот, понимаете, примерно так уже. Время это такое понятие, вот, по сути дела, дети знают, что такое время. Посмотрел на часы, вот тебе и время. Ну, это на первый взгляд. А когда люди занимаются и вот изучают явление, такое явление, как время, то они не могут дать точного определения. Потому что оно по-разному проходит, где-то быстрее, где-то медленнее. Вот, и оно связано, вот люди говорят, время стоит. Почему? Нет перемены событий, время стоит. То есть время привязано к событиям. Ну, опять-таки, мы немножко ушли в сторону. Сегодня, если мы посмотрим на календарную дату, то, конечно, все празднуют Рождество. Вот, говоря о Рождестве, мы, наверное, тоже сегодня вспомним о Рождестве Иисуса Христа. Не столько о дате, а сколько о событиях, которые тогда произошли, и о реакции людей, которые, ну, как-то реагировали на то, что родился Христос, реагировали по-разному. Но, в принципе, как и в любые времена, на одну и ту же вещь или на одно и то же событие люди реагируют по-разному. Сегодня мы посмотрим, кто как отреагировал, и постараемся сделать для себя какие-то выводы. А вначале мы прочитаем большой текст из Евангелия Матфея, 2 главы, с 1 по 12 стих включительно. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в одни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке, и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод встревожился, и весь Иерусалим с ним. И собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они сказали ему, «В Вифлеем Иудейском, ибо так написано через пророка. И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Тогда Ирод тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды. И послав их Вифлеем сказал, «Пойдите, тщательно разведайте, младенцы, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли. И вот звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. «Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему. И, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение, не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою». Интересный очень рассказ. Такая история, мне кажется, знакомая. Даже ее дети знают. Если посмотреть, там, скажем, дети не так знают Писание, да, маленькие совсем. Но вот эту историю знают все. Знают буквально все, как случилось это, что, как это произошло. Но у меня такой вопрос. Вот волхвы, что это были за люди? Кто это такие? Да, часто люди задают этот вопрос. Кто же такие были волхвы? Вот, опять-таки, по этому поводу существует масса мнений. И, знаете, люди как бы имеют, ну, что ли, претендуют на это мнение. Одни говорят, ну, конечно, волхвы, ну, звездочеты. Ну, вот те, которые, астрологи, которые знают, гадают, вот, по звездам, определяют что-то по звездам, но это крайне не подходит. Потому что астрологи, вот, они поклоняются звездам, и они никогда бы не пошли, как эти вот волхвы пришли поклониться младенцу, поклониться царю. То есть, в принципе, звезды, за звездами астрологи видят какие-то иные миры, духовный мир, они поклоняются духам, духам нечистым, которые отвечают, звезда, созвездие одно, созвездие другое, третье и так далее. То есть, это отпадает. Следующие волхвы говорят, что это люди, ну, примерно похожи на тех волхвов, которые были в Египте, то есть, чародеи. Люди, обладающие сверхъестественной силой и возможностью. Помните, когда Моисей пришел, он делал чудеса, и волхвы до какой-то степени повторяли эти чудеса. Но, какой был бы смысл этим чародеям прийти поклониться царю? Ну, вот, они говорят, что мы видели звезду, царь родился иудейский, мы пришли поклониться на поклон. То есть, они видят что-то большее, чем ребенок в этом случае. Вот, не просто поклониться человеку великому, они пришли и принесли ему такие дары, которые, в принципе, приносят только царям. Вот, тем самым они признают в этом младенце, вернее, в принципе, он-то еще не царь, он только младенец. Вот, но его уже одаряют, как настоящего взрослого человека, приносят, кланяются ему и так далее, уже отдают честь. То есть, вот эти волхвы видят немножко больше, чем просто младенец. Они понимают, что за этим младенцем кто-то стоит больше. То есть, какая-то власть у него есть. Не только власть, это, вообще-то, величина духовная. Потому что младенец, в принципе, он-то и не поймет, поклонились ему или нет. Но зачем кланяться? А эти люди, они понимают, что это не просто младенец. То есть, вот здесь, вокруг младенца, сейчас что-то скопилось, сконцентрировалось. Появилась звезда, и вот они идут, пришли, пришли, до самого-самого места, где лежал младенец Иисус Христос. И так мы видим, что действительно эти волхвы – это очень интересные люди. Очень интересные. Во-первых, мы не читаем, что они, мы читаем, что они пришли издалека. То есть, это не были, по всей видимости, евреи. Может быть, были какие-то очень, ну, переселённые раньше. Потому что евреи, в принципе, живут во всём мире. Евреи везде. Вот, они настолько раздробились, настолько они, вот, соединились с другими людьми. Поэтому сейчас чистых евреев практически нет. Вот. Труднее доказать, что ты не еврей, чем ты еврей. Потому что еврейская кровь, в принципе, сейчас, ну, я не знаю, наверное, одна из таких доминирующих генетических проявлений в человеке. В Африке много евреев, в Китае много евреев, в Индии много евреев. Россия, особенно вот Украина, Кавказ, это же всё на Кавказ пришли евреи ещё лет 200 до рождения Христа. Поэтому там весь Кавказ – это почти, это всё еврейство. Евреи пришло одно колено через Грецию, но это уже другая сторона. Поэтому евреев очень много. Смеси в России и в Европе, Европа – это перемешаны там евреи, еврейства везде. Вот. И сегодня люди говорят, мы сегодня станем евреями. Наверное, нужно, во-первых, доказать, что они не евреи, вот, а потом уже как-то претендовать на то, чтобы стать евреем. Вот. Но это другой вопрос. Люди пришли издалека, то есть мы не знаем, считали они себя евреями или нет, но, по крайней мере, они следили за явлениями природы. Это не были иудеи, которые жили в Иерусалиме или вокруг Иерусалима, которые читали Тору, поклонялись, ходили в храм и знали, знали всю, вот, всю традицию. Вот. К этим людям эти непричастны. Это люди издалека, совсем посторонние, вот, чисто по звезде ориентируются, пришли в Иерусалим и спрашивают, где Христос. То есть это говорит о том, что, во-первых, это совершенно нетрадиционные, ну, скажем нашим языком, верующие. Нетрадиционные верующие. Это те люди, которые, вот, в храм не ходили, вот, но, тем не менее, хорошо ориентировались по другим каналам. Вот, они понимали, они видели, они знали и почему-то разгадали только, вот, волхвы. Мы не читаем, что, вот, другие какие-то люди из евреев сказали, да, действительно, вот, мы не только волхвы увидели, и мы увидели звезду, и мы пришли. То есть здесь, вокруг этого явления, очень много тайных или скрытых вещей происходит. Ещё их называют мудрецами. Называют мудрецами, да. Вот, ну, в данном случае волхвы, это те люди, которые всё-таки выделялись какими-то, может быть, интеллектуальными способностями или знаниями, они знали больше, чем другие люди. Вот они пришли. Ну, хочется обратить внимание даже не столько на статус или на титул, который они носили, как волхвы, сколько на заинтересованность, вот, в том, что они, вот, тут искали, куда пришли. То есть они пришли на поклон ко Христу, пришли поклониться младенцу. Мало того, вот, само это действие или сам поиск, вот, приводил или был, они мотивировали поиски радость, которую они имели. То есть, когда они увидели звезду, это не было просто, ну, необычно, просто звезда, какое-то просто явление. Мы иногда на небо смотрим и что-то видим, да. Кто-то видит комету, кто-то видит летающие тарелки, кто-то видит какое-то особое сияние, кто-то видит ещё что-то. Ну, увидел, посмотрел, кто-то испугался, кто-то нет. Вот, эти же люди, когда увидели звезду, они возрадовались. То есть эта звезда им говорила о многом. Это говорит о том, что они, по всей видимости, ожидали, наверное, были какие-то пророчества, и они, вот, имея те пророчества, ожидали, что что-то должно произойти. По вычислениям совпадает, появляется звезда. Ну, звезда, как мы здесь считаем, это не было, как обычная звезда. Потому что она шла, потом она остановилась, потом она остановилась, вначале приводит их в Иерусалим. Вот они пришли в Иерусалим, проводят какое-то время, находят священников, у них происходит разговор, звезда их ждёт, звезда не движется. После того, когда они уточнили адрес, это был Вифлеем, звезда двинулась в Вифлеем. Потом она останавливается над самым домом. То есть, эта звезда была настолько низко, что священники, волхвы определили, что именно вот здесь ребёнок находится. Вот да, меня всегда интересовал такой вопрос. Как же они поняли, что именно над тем домом остановилась эта звезда? Ведь звёзды, они такие маленькие, если посмотреть на небо. Ну, вообще-то маленькие, потому что находятся на огромном расстоянии, а по сути дела они очень огромные. Звёзды, вообще-то, очень огромные небесные тела. Но я имею в виду, нашему грозу. Ну да, для нас это вообще-то какая-то крошка там, очень далеко. Но когда вот эта звезда остановилась, конечно, это не была звезда таких огромных величин, вот как на небе звёзды есть, или, допустим, как Солнце. Солнце — это же звезда, это не планета, это звезда, которая излучает тепло, электрическую, вот всевозможные реакции происходят, поэтому мы получаем оттуда свет и тепло. Это звезда, которая излучает из себя энергию. Вот, планеты они принимают и отсвечивают, а звезда является источником. Так вот, здесь была звезда, это не была планета, это не была комета, потому что комета не излучает собственного света, комета только отражает. Вот от неё там отражается свет. А здесь говорится о звезде, то есть источнике света. И если подразумевать, что это звезда такой же величины, как вот мы видим на небе, то эта звезда будет в несколько раз больше Земли. И если бы она опустилась на такое расстояние, что можно было определить, что это вот она над домом висит, то там выгорело бы всё моментально. То есть это была особая звезда. Вот сказано, что звезда, но она вела себя самым необычным образом. В начале она была высоко, потом она опускается над городом, потом она опускается вообще над домом. И когда мы читаем, вот 10 стих, например, «Увидев же звезду», это уже в очередной раз, потому что в начале они видели звезду, потом они пришли в Иерусалим, и когда уже подходили к Вифлеем, зашли, написано, «Увидев же звезду, они возрадовали с радостью весьма великую, и, войдя в дом, увидели младенца». А почему они именно возрадовались так? Они возрадовались, потому что, ну, несколько здесь причин. Во-первых, они подошли уже, скажем, к заключительной фазе своего поиска. Они искали младенца. И вот звезда шла, 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 становилась прямо над домом. Теперь они поняли, остается всего несколько мгновений, они зайдут и увидят то, к чему они так долго шли. Вот поэтому они возрадовались. Теперь еще. «Увидев же звезду», опять они увидели. Вот что-то было необычное в этой звезде. Здесь описания большого нет. Звезда, да и все. Но если мы, как я уже сказал, будем ориентироваться теми звездами, которые висят на небе, то это не подходит. Потому что звезды не двигаются, как эти звезды. А эта звезда двигалась, и она была на очень таком низком расстоянии. Да, что можно было определить. Например, мы сейчас выйдем, мы не можем сказать, какая звезда над нашим городом. Или тем более, какая звезда над нашим домом. Это практически невозможно. Мы можем определить, какая звезда на нашем полушарии. Вот то, что мы видим. А над городом и домом это практически невозможно. Поэтому звезда была особая, и особым образом они сюда пришли. Но какая была реакция волхвов, когда они встретились с Иисусом? Реакция, во-первых, радость. Но радость уже была не просто они шли, вдруг что-то увидели, новое открылось. Они пришли, возрадовались, пришли ко Христу. И мы видим, первое, что они делают, написано «Пав, поклонились Ему». То есть, это их была цель, поклониться Богу. Поклониться, да, поклониться именно Христу. Если бы это был, но они не знали, что это Христос, написано «Младенец», написано «Царь». Вот это то, что они говорят. Из этих слов мы делаем заключение. Но они поклоняются не столько младенцу, как физическому маленькому человеческому младенцу, сколько понимают, что это царь. Они понимают, что здесь величие, это необыкновенная личность. Написано, вот как они тут выражают свою радость, свое стремление, почему они сюда пришли. И они пришли, чтобы поклониться этому младенцу. Вот, пришли на поклонение. Волхвы издалека, как мы уже вначале посмотрели, что это не были традиционные верующие, это не были левиты, это не были священники, это были совершенно другие люди. Реакция какая? Они пришли, они, во-первых, увидели явление природы, они увидели звезду, которая появилась на небе, они поняли, они вычислили, по всей видимости имели Писание. Обратились, поняли, что все-таки надо идти не в какую-то страну, а идти нужно в Иерусалим, идти нужно туда, где родился царь иудейский. Вот именно они подчеркивают, не просто царь еврейский, а именно иудейский. То есть понятие какое-то у них присутствовало на тот момент. А вот тогда интересно, где же были священники? Где же были священники в этот момент? Священники вообще-то были рядом. Вот, они были очень рядом. Они даже подняли манускрипты, вот, подняли свитки, в которых были написаны пророчества. И вот, смотрите, что мы читаем. Они же сказали ему, то есть, когда Ира спросил, где должно родиться Христу. Они говорят, в Вифлееме иудейском. Ибо так написано через пророка. Это и Вифлеем, земля Иудина, и так далее. То есть священники подтверждают то, что говорят волхвы. Что говорят, мы пришли, мы ищем, где-то здесь поблизости должен родиться. И священники дают указания. Но мы не читаем, что священники пошли на поклонение. Несмотря на то, что они дают точные указания, вот, скажем, этим прохожим издалека, которые пришли и говорят, где царь родился, они раскрывают Тору, читают, ну, вообще-то, в Вифлееме. Вообще-то, вот здесь недалеко. В принципе, они должны были собраться и пойти с этими волхвами, правильно? Они знания получили, они не то, что получили, они знали, и волхвы просто напомнили им. Они сказали, вот там звезда висит, мы сюда пришли, где царь. Они прочитали, а вот здесь рядом, в Вифлеем, это Иерусалима, там недалеко, там буквально несколько километров. То есть совсем было рядом. Мы не читаем, что священники как-то собрали там пожертвования, собрали еще что-то. Надо же пойти царя встретить. И мы знаем, что Иосиф и Мария, место они нашли, пришлось там возле животных им пристроиться. Да священники бы взяли, да сейчас мы в храме, да выделим место. Да такую самую лучшую квартиру. Царь родился. Не просто царь израильский, а царь иудейский. Это как раз обетование, то, о котором вот они прочитали. Мы не читаем за них, что у них была подобная реакция, как у волхвов. Вот интересно заметить, что священники знали Писание, знали. И я просто хочу сегодня провести небольшую параллель с тем, что мы сегодня, наверное, знаем священное Писание не меньше, чем священники. Мы знаем очень много. Это раньше люди были неграмотные. В храме только заведовали законники, священники, которые читали и пересказывали слово. Сегодня каждый из нас грамотный, сегодня каждый из нас имеет ни один перевод Библии, не, может быть, говорим на, даже знаем более чем один язык. Можем читать другие языки, сравнить параллельные места, имеем различные подсобные материалы для того, чтобы уточнить, действительно ли это так. Имеем греческие, имеем еврейские переводы, учебники, которые помогают нам. То есть мы сегодня на уровне священников, на уровне законников, которые изучают и знают. Мы сегодня много знаем. Но смотрите, какая реакция была у священников. Они не пошли на поклон ко Христу. Они подтвердили, они сказали, да, вот там Вифлеем, да, вот там должно родиться. Но они не двинулись. Мало того, ладно бы они не пошли. Они не объявили громко в Иерусалиме, сказали, вы знаете, совершилось то, что мы ждали. Вообще-то весь Израиль это ждал. Вообще-то столько пророчеств. Вообще-то такой огромный был потенциал в пророчествах, который указывал как лучом на Иисуса Христа. Вот Иисус Христос должен родиться, и произойдет радикальная перемена. И мы знаем, что это был перелом вообще многих вещей. Старый закон отменен. Христос внедряет новый закон, берет на себя вину людей, человечество, идет умирать. То есть столько много совершает, ведь пришла та личность. Когда еще в Едемском саду Адам с Евой согрешили, то уже прообразно было показано Иисуса Христа. То есть это пророчество, указание на Христа было говорилось, говорилось, говорилось много-много-много-много. Родился наконец-то. Родился, пришел. То есть вот это сейчас кульминация всего пророчества. Священники молчат. Почему не молчали? Почему они не огласили? Почему они не протрубили? Почему они не воскликнули? Да, родился Христос. Мы знаем, Ирод был действительно царь. Встревожился, конечно, весь Иерусалим с ним. Но они встревожились не по той причине, что царь родился, и надо как-то нам готовиться. А вот как бы уничтожить его? Смотрите. Чтобы власть не потерять. Чтобы не потерять власть, действительно. Но это царь, понятно, царь Ирод. А что говорит за священников? Почему они не пришли? Почему они не поклонились? Почему они не принесли дары? Почему они не сделали то, что должны были сделать? Ведь они занимались, в принципе, служением в храме. Они же служили в храме. Но они говорили об этом. Они говорили, что Мессия придет. И вот пришел. И почему-то у них нет реакции. И почему-то они остаются в покое. Я всегда таким людям говорю так. Я говорю, если вы знаете истину и сами не делаете, по крайней мере, скажите хотя бы кому-то. Вот я, например, когда с неверующими говорю, или так с полуверующими, я им говорю так. Я говорю, ну, ребята, я знаю, что вы идете в ад. По собственному желанию вы туда собираетесь. Но у вас есть друзья. Возьмите, предложите им слово истины. Может быть, о них захотят спастись. То ли это наркоманы, то ли пьяницы, то ли теплые, ни холодные, ни горячие люди. То человек думает, если он не пьет, значит, он уже и верующий автоматически. Если он в собрании играет на балалайке или на каком-то инструменте, значит, он уже и спасенный. Он же в хору, он же там. Таким людям я говорю, если вам неинтересно спасение, скажите, по крайней мере, вашим соседям, что там, там родился Христос. Там есть спасение, там есть дверь. Люди входят и попадают прямо в вечность. Вот это надлежало было сделать священникам. Они этого не делают. И вы знаете, почему-то у них такая роль. Не у всех, конечно, далеко не у всех, но мы говорим за тех, которые показали себя с такой стороны. Вот на сегодняшний день такие священники тоже есть. То есть они знают, закон знают, Писание знают, Новый Завет, Старый Завет, все традиции знают. Знают, что через Христа спасение можно получить, но сами не кланяются Иисусу Христу, сами не приносят Ему дары и других отговаривают. А что значит поклониться, Ром? Ты сказал, они не поклоняются Богу. Что значит поклоняться Богу? Давай мы этот вопрос зададим нашим радиослушателям. Может быть, они нам помогут разобраться. Что значит не поклоняться? Как правильно поклоняться Богу? Как правильно поклоняться Богу, да. Вот в чем была проблема этих священников? Опять-таки, мы берем этих священников не столько с точки зрения осуждения, а сколько с точки зрения сравнения. Вот как бы нам сегодня не оказаться в категории этих священников. Знать знали, очень много знали, одежда была священническая, помазывали друг друга периодически. И сами были евреи, левиты были. Но почему так и Христу не подошли? Так вот, в чем же была, в чем причина вот такого непоклонения? И как бы нам сегодня не оказаться в их ситуации? Пожалуйста, хотел бы, чтобы кто-то нам позвонил и, может быть, поделился опытом. Вот как сегодня не оказаться в положении этих священников? И почему не оказаться в том положении? Вот какая причина? Потому что, если мы не выявим причину, мы тогда можем там оказаться. Тогда мы не сможем себя проверить, там мы находимся или нет, если мы не знаем причину этой. Если мы знаем причину, то уже можно будет, уже хотя бы будем знать, где мы находимся. Может, как-то выбираться, если кому надо. А другому скажут, «О, а я и там и не нахожусь, слава Богу». Да. Телефон на студии 429-7635. 429-7635. Мы сегодня говорим о Рождестве, мы сегодня говорим о рожденном Иисусе Христе и о людях, которые окружают Христа, и как они реагируют на его рождение. Пришли волхвы издалека и поклонились. Священники были в Иерусалиме, жили в Иерусалиме и служили в храме. До Вифлеема было несколько километров. Не соизволили прийти и поклониться. Мало того, не сказали никому об этом, что родился царь иудейский. И они не просто там жили, они знали пророчество, они знали всё, что случается. Они даже волхвам, как бы можно сказать, открыли карту и показали, где живёт этот царь. Да. В принципе, до такого дойти, знать и не идти. Вот действительно такое странное положение, странное положение, что человек может читать слово, часто мы называем это Слово Божие. Это действительно Слово Божие, но Слово Божие – это не буква, которую мы читаем, а Слово Божие – это дух, который в этой букве находится. Так вот, священники знали букву закона. Они знали, что нужно приносить жертвы. Они не понимали до конца, что эта жертва делает. И поэтому в храме были бесконечные беспорядки. Иисус Христос приходил, наводил порядки. Вот, у них не было стыковки. Поэтому у священников была проблема основная в том, что они были слепые, они не видели, не было духовного рождения. А если нет рождения, как человек может что-то правильное передать? Он может передать только закон. Он может прочитать и рассказать. Это он может. Передать жизнь или смысл он не может. Вы знаете, в Южной Америке сейчас траурное время, потому что умер Нельсон Манделла, один из лидеров, один из выдающихся людей. И произошел такой случай, очень неприятный. Когда выступали президенты, на этом мемориальном служении, приехало очень много президентов. Один из них был наш Обама, Барак Обама, приехал для того, чтобы как-то сказать хорошие слова. И, как вы знаете, не только в таких случаях, в других случаях стоит рядом человек, который переводит на язык глухонемых. То есть sign language. То есть переводит речь, он слышит и руками показывает, то есть немым объясняет, что происходит. Так вот, вышла очень такая нехорошая казнь с тем человеком, который переводил на язык глухонемых. Когда они слушали эту речь, ну, не слушали, в принципе, смотрели, смотрели по телевидению, и они не могли понять, что же там происходит. Что он там такие вещи говорил странные. Говорит, что ж это такое. После того, когда это все закончилось, они им звонят или как-то там спросили, говорят, вы разузнаете, что ж такое, что произошло. А произошло вот что. Человек, который переводил, переводчик был для глухонемых, вообще-то был неквалифицированный. Вообще-то его в конце концов обозвали шизофреником. Вообще-то, когда он стал переводить, у него там галлюцинации начались. Поэтому он там нес непонятно что. Но люди, которые говорили вслух, ничего не поняли. Потому что они не знали, что он там переводит. Они не понимали этой речи. Правильно он вообще вещи говорит? Они не понимали, да, правильно он говорит или нет. Так вот, Христос очень часто говорил фарисеям, даже в адрес священников говорил, у вас ключи есть, но вы закрываете, замыкаете двери, не пускаете людей до спасения. Вот происходит иногда нечто подобное. Я не говорю, что стопроцентно, но вот в данном случае, как священники поступили, они неправильно интерпретировали Слово Божие. Закон перевернули к вердном. Христос говорит, вы закон знаете как букву. Во-первых, вы не живете, во-первых, вы не проповедуете суть этого закона. Вы не проповедуете то, что хочет верить Бог. Да, жертва есть, но жертва не для обогащения только. Священники питались от жертвы, жили от этого. И они в этом видели весь смысл, жертву приносить для того, чтобы себе взять и все. Ну, написано же жертва, написано, священники будут питаться от этой жертвы. К этому всему они и свели все богослужение. Для того, чтобы нам сегодня жить хорошо. Люди от страха перед смертью принесут жертву, никуда они не денутся, к нам все равно придут, принесут жертву. Мало того, мы устроим здесь разменную кассу, прям в храме, чтобы и от этого доход иметь. То есть они все свели на служение на самих себя, на самоустройство. На самообеспечение. Представляете, служение Богу свели на служение самим себе. У нас звонок, мы принимаем, пожалуйста, говорите. Приветствую вас. А, мы вас очень плохо слышим, сейчас громкость нам добавит. А, выключили, пожалуйста. Как выключить? Да, говорите, пожалуйста. Значит, насчет времени, которое говорили, неизвестно в каком. Вот как-то подходят такие местаописания, когда Евангелие от Луки. Значит, если Христос родился 25 февраля, да, то декабря, 25 декабря, родился, то, слышите, да? Да, мы слышим. читать, значит, читаем у Луки 2 глава, 21 стих. По предшествию 8 дней, когда надлежал обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его от швевия. И прибавить, значит, 8 дней, после 25 декабря, как раз получается 1 января. А 1 января, вот, раньше же Новый год и в разные времена праздновали. А в 1700 году Петр I, значит, издал, что первый Новый год начинается с 1 января. Ну, я извиняюсь, вы взяли 25 декабря как предположительную дату или за основу? За основу. А откуда у вас такое основание? 25 декабря Христос родился. А, ну, хорошо, спасибо. Нет. Будем знать. Ну, минуточку. Вы тогда говорили, это есть предположения разные, но мы знаем, что и такое есть, значит, это первое. Но это одно из предположений, в Писании этого нет, поэтому мы утверждать не можем. Но все празднуются. Видите, если сказать вот по времени, то может быть, это Бог по праву делает так, чтобы как-то совпадало с Писанием. Раз 1 января, Новый год начинается с 1 января, то на 8 день, когда обрезать, дали Ему имя Иисус, и наречения имя и имени, тогда утверждает... Я извиняюсь, это же языческий календарь. Христос родился по языческому или по еврейскому календарю? Тогда ни того, ни другого нет. Вот именно. Поэтому календари разные сейчас существуют. Это первое. Ну, ладно, это кто как хочет. Ну, да. Если это говорит... А второе место... Вот вы говорили, что, значит, Ирод и весь Иерусалим... Ну, написано так, весь Иерусалим тревожился. Но Ирод, вы понимаете, обратите внимание, ведь вы коснулись Адаму, что Адаму и Еве было сказано семя наречется, так? Так, да? Так, да. И когда Христос родился, ведь те все думали, что это царь царь иудейский там или еврейский царь, все равно. Но главное, Ирод тревожился и говорит, обращается и говорит, где должно родиться Христу, помазаннику. Значит, видна движение духа дьявольского было, потому что он тревожился. И почему убиение вот это? Вражду положу между тобой и между женой. Ну, понятно, да. Потом пошло действие другое совсем. Да, и пошло действие для уничтожения этого семени. Это второе. А третье, почему вы говорите первосвященники там не возрадовались, не воздали славу. Вот мы читаем Иоанна 8 глава. Я прочитаю несколько. Пожалуйста. Когда Христос уже встал на свою миссию, он говорит так с 41 стиха. Вы делаете дела отца вашего. На это сказали ему. Мы не от любодеяния рождены. Одного отца имя им Бога. Иисус сказал если бы сказал им если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога и шел и пришел. Ибо я не сам от себя пришел, но он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец дьявол. И вы хотите исполнять похоти отца вашего. Поэтому здесь не надо со счетов сбрасывать то, что силы вот эти дьявольские они действовали как тогда и сейчас действуют так. Потому что вражда идет вот это между семенем. Она идет от начала бытия и кончается откровением до тех мест. И поэтому здесь Христос предвидел вот это и они руководствовали духом дьявольским священники. За что они предали его? Потому что по зависти то есть дьявол действовал и исполнял свою роль. И для исполнения писания он будет значит поражать в голову а значит дьявол будет поражать в оплоте. И вот так оно и получилось. Ну хорошо спасибо спасибо да. Это очень такое веское замечание не то что замечание а вот именно вы подчеркнули важные места. Спасибо за ваш звонок. Да тут сказано вообще-то не за священников а за иудеев которые уверовали в него. Но тем не менее факт остается фактом что против Христа будут восставать естественно нечистые духи или сам дьявол будет восставать. То есть это не просто ну человеку не понравилось ну подумаешь там поклонился не поклонился вообще-то закулисное такое действие это действие врага душ человеческих он накручивает он внушает он заставляет написано обманывает ложью или еще как-то человек идет против Бога идет против Бога не то что поклоняется он восстает на него в конце концов Христа и убили так вот наша сегодняшняя задача не столько как бы ну скажем опорочить этих священников да просто выявить какая же все-таки ситуация почему так священники поступили священники поступили потому что во-первых они не понимали духа Писания не понимали почему не были рождены но пост занимали и так как они занимали пост они сделали очень много вреда если бы это были рядовые люди это одно но как так как они стояли от них зависело от их решения зависело очень много в принципе даже и распятие Христа это же не просто вот там с улицы пришли и проголосовали то есть священники организовали первосвященники и с их подачи это все произошло действительно за всем этим стоит какой-то дух за всем этим стоит какая-то сила волхвы пришли и поклонились Христу и принесли совсем не дешевые подарки священники не только не поклонились а восстали но священники как я уже подчеркивал еще раз подчеркну имели достаточно знаний много знаний имели и могли разобраться и даже подсказали где родился Христос то есть мы подходим настолько близко к истине или священники могут настолько близко подойти или не священники люди которые читают Писание держат в руках цитируют проповедуют можно так все разложить сказать да вот здесь Христос да вот здесь воздействуют но не подсказать что пойдите соединитесь пойдите и поклонитесь смотрите что происходит священники не поклонились Христу сегодня мы можем определить какой священник на правильном месте или истинный какой ложный вот давайте прочитаем 1 Тимофея 4 там сказано следующее дух же ясно говорит что в последние времена отступят некоторые от веры внимая духом обольстителем и учением бесовским смотрите здесь сказано ключевое слово отступят отступят то есть они были потом отступили когда-то они принадлежали числу верующих имели веру но потом отступили и вот смотрите по какой причине они внимали то есть слушали принимали во внимание то что говорили духи обольстители то есть духи обманщики обольщение это обман это кажется правильно но на самом деле это ложь точно так как в Едемском саду было предложено вкусите и станете как боги то есть приятно звучит красиво но когда вкусили оказалась проблема духи обольстители они прикрываются они принимают вид они имеют такую накидку очень хорошую как у овечек накинулись и вроде бы выглядит хорошо запах есть но нутро совершенно другое дальше даже сказано учения бесовские посмотрите апостол Павел не постеснялся вот сказать такими резкими словами я думаю если бы он сегодня был наверное многие церкви восстали бы и побили камнями или посадили куда-то изгнали Павла Павла конечно назвали бы еретиком почему потому что он говорил резкие слова резкие он говорил не о тех людях которые ну вот там скажем атеисты восстали против бога они от веры не отступили они в ней никогда и не были они никогда рождены не были мы читаем послание Иуды там вообще очень резко сказано дважды умершие дважды умершие то есть человек родился однажды почему дважды умершие человек родился вот в этот мир пришел начинает грешить умирает это первый раз ну скажем лет я не знаю сколько там восемь лет или семь лет или пять как это уже начинает отличать правой от левой руки то есть здесь возраста не указано вот умирает человек за грехи и преступления ну возьмем так что он кается допустим в 20 лет рождается происходит рождение в 20 лет проходит там скажем 3-4 года 5 лет человек отступает от веры и умирает вторично дважды умерший здесь говорится отступили от веры они были в ней потом отступили это дважды умершие уже это уже настолько настолько страшное положение когда человек вкусил как благ Господь и отступил был в вере и остыл получил жизнь и живя по плоти и умер был горячий родился и остыл стал теплый или холодный так вот апостол Павел говорит что в последние времена отступят уже тогда были последние сегодня уже наипоследнейшие времена и вот апостол Иоанн предупреждает верующих возлюбленные не всякому духу верьте но испытывайте духов от Бога ли они потому что много лже пророков появилось в мире и дальше он пишет последнее время это уже 2.18 последнее время вы слышали что придет антихрист и теперь появилось много антихристов много антихристов появилось знаем ли мы о том что появилось много антихристов знаем ли мы об этом Они уже здесь, они уже есть, они уже действуют. Ну, все тогда они были, сегодня они расплодились во много раз больше. И они занимают такие очень мягкие места, тёплые места, где? Как раз таки там, где люди верующие. К чему сегодня мы это говорим? К тому, что пусть сегодня Рождество Христово нас как-то протрезвит, взбодрит, чтобы мы трезвились, не расслаблялись, а трезвились. Смотрите, родился Христос, и сегодня Он родился. Он родился тогда, и сегодня Он есть среди нас. И сегодня каждый может подойти и поклониться Ему. И принести дары. Может принести. Принести своё время, принести самое лучшее, свои способности и так далее. Может принести. Много может что принести. Мы часто поём такие песни «Всё я отдаю». Вот взять эту песню и всё-таки остановить на этой фразе «Всё я отдаю» и подойди к каждому с вопросом «Ты всё отдал или нет? Ну а почему меня спрашиваете?» Ну ты же поёшь. Ты должен отвечать за свои слова. Если ты говоришь «Всё я отдаю», по крайней мере отдай хотя бы сердце. Или отдай хотя бы душу. Или отдай хотя бы, как написано, возлюбий сердцем, и разумом, и душой, и крепостью и так далее. По крайней мере это отдай. А то я всё отдаю. Вот прозвучало так в собрании, очень гармонично вместе со всеми. Вот, собрание вышло и забыли, что мы пообещали. А как нам сегодня можно отдать всё Богу? Отдать то, что мы имеем. Отдать в распоряжение. Отдать. Когда Давид... Это в церковь принести денежные вклады, может быть, или машину свою отдать, или... Что? Как это отдать? Когда Давид строил храм, он собирал много ценного материала. Он заготавливал материал. Золото, серебро, медь, железо, драгоценные камни. Вот. И когда наступил этот момент, ещё перед постройкой, уже всё было заготовлено, он встал и сказал, я только со своих вкладов ещё хочу пожертвовать. И там говорится о золоте. Он примерно пожертвовал 80 тонн золота своего. Вот. Около 200 тонн серебра пожертвовал. По-моему, 189 или 187 тонн серебра. То есть, это огромный запас. Он взял, говорит, сверх того, что я заготовил, я ещё со своего кармана вытаскиваю и даю. Так вот, этого уже Бог не требовал, но он отдал. И вот он и сказал интересную фразу. Говорит, Господи, в принципе, то, что мы отдаём Тебе, это Ты нам вчера дал. Откуда у Давида взялись такие запасы, столько золота? Откуда взялось? Он воевал против язычников, грабил народы, забирал золото, приносил в Иерусалим. Ну, неужели он был такой прям, ну, хороший генерал, прям такой способный? Бог был с ним. Посмотрите, сколько войн провёл Давид. Очень много. И мы не читаем, чтобы Давида где-то ранили, где-то он отлёживался там на операции, где-то стрела поразила, где-то там ножом поранили. Ничего мы не читаем. То есть, Давид воевал без поражения. Давид воевал, не было царапины. Он шёл и ночью, и днём защиты не было, как сегодня там Кавский, военный человек, да? Он полностью экипировал там, не подступишься. И приборы ночного видения, ничего этого не было. Но с ним был Дух Божий. Господь был с ним, давал силу, давал победу. Поэтому Давид стал богатым человеком. Написано, он все страны вокруг поработил и усмирил. Настолько он завоевал всех. Он показал силу, власть и могущество. В конце он говорит, Господь, всё это Ты дал. Ты дал. Вот это понимание перед Богом очень ценно. Когда мы живём, Господь, мой разум, это Ты дал. Вот тело я имею, Ты дал. Душа, которая там у меня чем-то заполнена, Ты дал. И вот я хочу Тебе это всё отдать. Это, в принципе, твоё, но я ещё отдам Тебе для твоего распоряжения. Вот, например, мой разум. Как я могу отдать свой разум? Ну, разумом я размышляю. Вот я мыслю, день прошёл. День прошёл. О чём я мыслял? Я сегодня был на работе, был на обеде, встречался с друзьями, был ещё где-то в семье и так далее. То есть я свой разум задействую в каждой сфере этой жизни. А для Бога можно было задействовать или нет? В принципе, да. Но человек может сказать, ну, в воскресенье приду, и тогда уже для Бога воскресенье. Понимаете? То есть тогда у нас получается, я принесу жертву только в воскресенье. Это как мы Богу врем даём свой разум в воскресенье. Да, и то, насколько мы там даём, это ещё вопрос. Так вот, это отдавать Богу разум, он-то в принципе его. Мы же сказали ещё в момент крещения, Господи, будем служить доброй совести. Ты можешь рассчитывать и на разум, и на время, и на мои физические силы. На всё ты можешь рассчитывать. Вот я добровольно, добросовестно тебе отдаю. Вот я воин, используй меня как тебе угодно. Проходит какое-то время, люди об этом забывают. А забывать нельзя. Надо отдавать, надо поклоняться Иисусу Христу. Разумом, душой, волей, сердцем поклоняться. Что значит поклоняться? Что значит этот дар принести? Понимаете, если вдруг, в старые времена, допустим, человека привели на поклонение к царю, а он знаете, что сделал? Он отвернулся в другую сторону и поклонился. Ну, не к царю, а рядом где-то там, на столб, например, поклонился. Или к дверям поклонился. Что с ним случалось, с таким человеком? Ну, он оттуда уже выходил без головы. То есть, это был серьёзный позор для царя, чтобы человек отвернулся, вроде бы поклонился, но не по адресу. Поклонился, но не царю. Это было очень серьёзно. А сегодня человек говорит, а я кланяюсь, ну, неважно как. Вот я как понимаю, так и кланяюсь. Так а может ты не Богу кланяешься? Подожди, я пришёл в храм, как мы привыкли слышать. Я пришёл в церковь, я отдал время. То есть, понимаете, здесь столько нагромождения религиозности, обрядства и всего прочего. Вот взять это всё, если аннулировать и сказать, нравится ли Богу наше служение, нравится ли. Вот это будет дар, когда Богу нравится это. Если бы вам сегодня принесли мешок золота, вам бы, наверное, понравилось. Если бы вам принесли то, что вы сегодня сильно желаете, вам бы понравилось. Если бы сегодня вас, допустим, не перебивали, слушали, подчинялись, вам бы это нравилось. Так вот, Христос требует этого. Требует не законом, не палкой, а любовью. Говорит, это моё требование, моё желание. То есть, так, как вы меня любите. Так как вы меня... Вот поклоняйтесь, слушайтесь, исполняйте мою волю, исполняйте моё слово. Так вот, принести дар, дар послушания. Дар, допустим, это осознанный должен быть. Вот, как я поклоняюсь? Нравится ли мой поклон Богу или нет? Сегодня я кланялся или нет? Сегодня я делал что-то приятное для Него? Сегодня я чтил Его имя или нет? Вот каким образом это происходит? Написано, мы поклоняемся Богу в духе. Вот смотрите, когда мы читаем к евреям, вот 12 глава, то автор этого послания проводит сравнение. Я не случайно буду читать это место, потому что оно тоже вызывает очень много вопросов. Это евреям 12 глава, 22 стиха и ниже. «Но вы приступили не к горе Сиону, но городу Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, и к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к суде всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатайнового завета Иисуса, и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелевой. «Смотрите, не отвратитесь, и вы от говорящего. Если те, имеется в виду Ветхом Завете, не послушав глаголющего на земле, но не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвернемся от глаголющего с небес». Люди как-то ждут, что кто-то придет на гору Сион, ногами встанет, и вот тогда что-то произойдет. А вот автор этого послания говорит, что они уже приступили к Сиону. Зачем? Зачем они приступили к Сиону? Просто гора, подошли и встали? Нет. Сион – это то место, где говорил Бог, где Он давал закон новый. Вот где Сион. И те люди, которые говорят, «Ну, вы приступили», он к евреям пишет, «Вы уже приступили к Сиону». Не в будущем когда-то придет к Сиону, когда-то что-то там произойдет. Уже совершилось. Представляете? Вот обетование есть. Можно читать, но можно в мыслях это относить далеко в будущее. И как бы еще на Сион никто не пришел. Или вот написано дальше. «Граду Бога Живого приступили». Какому? К небесному Иерусалиму. Мы уже к Иерусалиму подошли. Иерусалим – это место жительства Бога. Это там, где стоял храм, там, где проводилось служение, там, где проявлялась слава Божия. Это был Иерусалим. Сегодня мы приступили к небесному Иерусалиму. Люди собираются строить земной Иерусалим. Об этом мы не читаем, что его нужно восстанавливать, нужно строить. Написано, «Вы, то есть те люди, которые знают Христа, уже приступили к Иерусалиму. Они приступили к горе Сиону. Они слышат новую заповедь. Они слышат новый закон. Они понимают, что там происходит. Они входят в общение с Богом. Вот как Моисей поднимался на гору, так сегодня люди поднимаются на гору для того, чтобы общаться с Богом. Зачем приходили к Сиону? Чтобы получать Божьи откровения. Для того, чтобы слышать голос Его. Люди мечтают, что придет время, когда Христос придет на гору Сион, и вот там что-то произойдет. Уже это произошло. Представляете? Можно читать это и можно пропускать. Можно даже проповедовать об этом. Но никогда самому не подойти к горе. Никогда самому не вступить в общение с Богом. Можно говорить о Боге, но никогда с Ним не пообщавшись. Можно передавать Его слова, как от третьего лица, но никогда не услышать Его голос. Представляете, как можно вот так рядом пройти и не соединиться? Сегодня я как-то приезжал в свою школу, приезжал в свой колледж, и я выхожу из парковки, и мне встречается одна бабушка, она, значит, выдает флайеры. Флайеры дает она такие, знаете, что Христос вас любит. Она выдает их в католическую церковь. Значит, и она мне дает этот флайер, и мы как-то с ней начали разговаривать, и она говорит, когда тебе будет 70 лет, ты прими крещение, говорит, потому что, ну, тебе грехи простятся, ты сможешь в рай зайти. Я говорю, ну, как, мы с ней поговорили, и потом так разговор пошел, что я ее спросил, а вы слышите голос Божий? Вы вообще общаетесь с Богом? Я говорю, вы знаете, кто Он такой? Она говорит, нет. А что, можно Его слышать голос? Я говорю, конечно, можно. Я говорю, постоянно пользуюсь, я постоянно пользуюсь, говорю, словом от Бога, чтобы мне идти, чтобы мне направляться, он мне, говорю, говорит. Она говорит, а ты Его слышишь? Я, говорит, хочу. Ты мне, говорит, расскажи, как ты Его слышишь? И мы так с ней поговорили. Это классно, говорит, что ты так общаешься. А я, говорит, всю жизнь пытаюсь услышать голос Божий. Ну, хорошо, что, хоть она пытается услышать, а есть люди, которые претендуют, Ретендуют, что слышат, говорят, что то, что мы прочитали, вот это и есть голос Божий. Представляешь? Это еще больше опасность. Ладно, человек там хотя бы ищет, а есть люди, которые уже успокоились. Говорят, мы прочитали, или то, что в собрании сказали, и все. Ну, может быть, в собрании проповедник и поклоняется, как положено. Но как насчет меня, как я? Кланяюсь ли я Богу? Приношу ли я Ему дары? Доволен ли Бог мною? Может быть, Господь доволен моим пресвятером? Может быть, Господь доволен проповедником? Но как насчет меня? Не все же в церкви проповедники. Да, может быть, проповедник там на какой-то высоте стоит. Это хорошо, слава Богу. Но как насчет тех, которые слушают? То есть, Бог ищет личный контакт с человеком, с каждым человеком? Всегда ищет личный контакт. Я будем, еще несколько мест прочитаем, будем заканчивать, наше время быстро идет. Это первое послание Коринфянам, 16-22. Помните, я сказал, что если бы сегодня апостол Павел пришел с такой проповедью в церковь, наверное, бы его выгнали. Вот его слова, прямая речь. «Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема маранафа». Это что значит такое? Анафема, это означает «да будет проклят», «да будет отлучен». И проклятие заключалось, когда животных приносили в жертву идолам, и когда их отделяли от стада для того, чтобы их уже убить и сжечь для какого-то идола служения. То есть вот это было, вот настолько, не просто проклят обозвал, а вот именно проклят на смерть. Вот настолько уже бесповоротно, да будет проклят, это не просто обозвали и пожелали плохого, а это уже смерть, это крайнее отлучение. Вот отделение от стада для того, чтобы уничтожить. Вот это значит анафема. Маранафа, это с арамейского означает «Господь грядет». То есть апостол Павел подчеркивает важность, важность – любить Господа. Вот когда человек любит, он будет искать поклонение. Когда человек любит, он будет искать, вычислять, а где же есть Бог. Смотрите, пришли мудрецы и принесли золото. Это не были бедные люди. И вот они заходят в этот ветхий хлев, вот они заходят к животным и сказали бы, «Ой, ребята, мы ошиблись. Мы же видели звезду. Мы же думали, сейчас здесь будет внутри эта золотая камера. Мы сейчас зайдем. На золотых цепях будет висеть эта колыбель. И там будут ангелы петь. Там еще что-то будет, прислуга какая-то, чистота стерильная». Ничего этого не нашли. Зашли, там и запах, ну, понимаете, да, что животные. Животные, они же там где кушают, там и ходят. Это все там внутри находится. Но это их не остановило поклониться. Не остановило. Они не обратили внимания на то, что какие родители были простые люди. И они все это, они знают, что младенец – это непростая личность. Они пришли поклониться Богу. Они пришли поклониться царю. Вот в чем изюминка вот этого всего происшествия. Они видели, что это не просто человек. Сегодня, когда человек говорит, я приду на поклонение в храм, и вот он приходит, так, какая температура кондишена в вашей церкви? Насколько мягкие кресла у вас, какие песни поет хор, группа прославления какие песни поет. Нас же нужно развлекать. Мы же не можем поклоняться Богу просто так. Два часа нужно отсидеть, ну, как-то вот со смыслом. Чтобы меня тут приподняли настроение, чтобы поразвлекали, чтобы как-то вот одобрительные слова сказали, чтобы я вышел с приподнятым духом. Вроде как бы дали какую-то цель. Ну, или цель, или еще что-то. Ну, по крайней мере, человек ищет какого-то душевного заряда. Так вот, волхвы пришли, знали, кого искали. Знаем ли мы, кого мы ищем? Знаем ли мы, зачем мы ходим в церковь или не в церковь, вообще Библию читаем? Знаем ли мы, поклоняемся ли мы Христу так, как хотя бы поклонились волхвы? Отдали дорогие подарки. Отдал ли я свое сердце, свой разум? Чем и разум занят? Господи, если я хочу Тебе сделать доброе, я буду мыслить о Тебе. Мыслить, что чисто, что добро, что чистота, справедливость, истина, добродетель и так далее. Вот когда я мыслю, это Христу нравится. Я уже поклоняюсь этим. Когда я пребываю в Слове, это Христу нравится. Я уже поклоняюсь этим. Я отдаю Ему честь. Ему нравится, и я буду делать то, что Ему нравится. Поэтому да поможет нам Господь, чтобы мы не оказались в числе священников, которые отвернулись, которые повернулись спиной ко Христу. Чтобы в наш адрес не прозвучало так. Кто не любит Господа? Тут не сказано, кто не любит служение? Кто не любит там славянские церкви? Кто не любит петь? Господа. Задайте себе вопрос. Любите ли вы Господа? Если нет, все остальное не важно. Так говорит Писание. Вот настолько оно строго. Наше время подошло к концу. Хочется пожелать вам хорошего времени в эти рождественские праздники, или времена, или дни, чтобы Господь открыл ваши глаза еще больше, для чего родился Христос, и на то, какую реакцию Он от нас ожидает. Да благословит Он нас в служении и в поклонении, в духовном, чтобы Он был от этого рад, а не со слезами смотрел. Да благословит нас Господь в этом духовном хождении, в духовном служении перед Ним. Слава Ему за все. Аминь. С Богом оставайтесь. До следующей встречи.